В преддверии Дня Государственного Служащего мы рассказываем о людях, которые однажды выбрали для себя путь быть полезными государству и обществу, которые вносят свой неоценимый вклад в благополучие граждан. Как справляется на этом пути женщина, женщина Аким, расскажет Валентина Леонова. Коллеги, вы знаете, что у нас в понедельник заехала бригада по траве мошек. На сегодняшний день у нас по траве идет по антимирязио и также по ольховке. Все предупреждаешь, да, вот поля 41, 35, 37, все крестьянские хозяйства предупредить. Утро Акима сельского округа начинается в 6.30 утра и далеко не с кофе, а с объезда села контрольных звонков прилегающих территорий и социальных объектов после планеркой решения ежедневных задач. В медсестру вот звоню участковому, узнаю обстановку, потом так же у себя и выхожу на обход. Обязательно социальная сфера, знаете, самая важная у нас сейчас это школа, ДК, ну уже, наверное, к 8 часов я уже здесь на рабочем месте. Девочки готовят мне почту, я уже утром, пока они придут, я их рассмотрю. Здесь мы проведем планерку, я им даю всем поручения. На государственную службу Айна Жуматанова пришла в 2010 году главным специалистом в село Богатырь Успенского района, откуда она и родом. А в 2013 году в своем родном селе была назначена на должность Акима, где проработала 5 лет. Уже в 2019 году назначена на должность Акима Ольгинского сельского округа. О выборе своего жизненного пути ни разу не пожалела. Нет, ни разу не пожалела. Я свою работу очень люблю, она мне нравится, она мне по душе. Мне нравится помогать людям, решать какие-то проблемы, которые впереди стоят мои задачи, которые поставлены задачей. Когда я их реализовываю, это очень даже приятно, когда... Самая большая награда – это благодарность нашего населения. Быть Акимом в селе непросто. Решать вопросы крестьянских хозяйств и простых жителей. Разбираться в сельском хозяйстве, животноводстве, социальной сфере – все лежит на плечах Акима. Но еще сложнее возглавлять населенный пункт, если ты – женщина. По крайней мере, так думают многие. Так думали и жители села. Самое интересное было, когда я сюда только пришла работать, люди просто приходили и смотрели. Открывали двери и смотрели. Я не понимала первое время, почему они приходят. И главное, они заходят. Открывают, посмотрят, идут, открывают. И утром, когда я приходила на работу, всегда здесь люди стояли. Они просто приходили посмотреть, посмотреть на меня, как женщину Акима. Айна Жуматанова – единственная женщина Аким в Успенском районе. Наравне с мужчинами ей удается решать важные социально-экономические вопросы. Нелегкую должность Акима Ольгинского сельского округа Айна Жуматанова успешно совмещает с обязанностями внимательной и любящей дочери, мамы и бабушки троих внуков. Валентина Леонова, Евгений Олейник, Ертесакпарад из Успенского района.